Количество пострадавших в ДТП на Ямале с начала года уменьшилось на 20%. Общее число аварий снизилось на 13%. За год на 26 участках региональных трасс нанесли шумовые полосы. Установили два десятка приборов, которые имитируют сигнальное устройство патрульного автомобиля ДПС. Помогают дисциплинировать водители и комплексы фото-видео фиксации нарушений. В округе продолжаются работы по устройству и модернизации линий электроосвещения, замене дорожных знаков. Ямальские активисты очистили побережье озера Большой Хадата-Юнгалор на территории природного парка Ингилор. Участники Экотура убрали железные конструкции, разобрали старый балок, заготовили несколько дровянников. Часть мусора утилизировали на месте, остальное вывезут в несколько этапов. После генеральной уборки активисты совершили восхождение на ледник и ган. Организаторы Экотура планируют устраивать такие заезды почаще. Для участников созданы комфортные условия. Помог планете, а затем отдохнул сам. За год 5,5 тысяч ямальцев оформили самозанятость. Сейчас в округе более 18 тысяч самозанятых. Развивать направления помогают окружные меры поддержки в виде грантов и микрозаймов. Чаще всего северяне выбирают такие направления, как торговля, пассажирские перевозки, реклама. Занимаются сдачей квартир, репетиторством, а также ремонтом и строительством. С 2020 года в Янао действует специальный налоговый режим. Физические лица и индивидуальные предприниматели могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке. Миноборнауки утвердила баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2024 году. Минимальный порог начинается от 30 баллов. Например, по русскому языку нужно набрать не менее 40 баллов, по математике — 39, а по обществознанию — от 45 баллов. Документ опубликован на сайте ведомства. Документ опубликован на сайте ведомства.